Итак, все внимание сейчас к штаб-квартире ООН. Там уже выступили президенты Бразилии и США. После лидера Польши возьмет слово глава Китая, затем король Иордании и после выступления президента России. К этой минуте Владимир Путин уже прибыл в здание ООН. Возвращаясь к теме Сирии, журналисты отмечают, что Москва перехватила инициативу по решению сирийского кризиса. Роль России не обходит вниманием и те, кто раньше высказывался намного жестче, чем сейчас. Так обращают внимание на слова бывшего премьера Италии Романа Проди, занимавшего ранее и пост главы Еврокомиссии. Он признает, для решения проблемы необходим компромисс между Россией и США, а законные власти в Дамаске нуждаются в международной поддержке. Единственная армия, способная противостоять исламскому государству, это армия президента Асада, у которого сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным, но не с Обамой. Усиливать Асада надо, потому что это единственная сила, которая уже противостоит исламскому государству, а оно является общим врагом. Как отметил Проди, в стороне от решения вопроса не хочет оставаться и Франция, которая всегда считала, что Сирия находится в сфере ее интересов. На Генассамблее Франсуа Алан тоже выразил заинтересованность предложениями Владимира Путина о коллективных действиях против террористов и завела готовность к диалогу со всеми сторонами и на Западе, и на Востоке. Впрочем, свое отношение лично к сирийскому лидеру Париж не меняет. Это политическое решение предполагает вовлечение в переговоры всех сторон, я подчеркиваю, всех сторон. И Франция говорит со всеми и никого не исключает. Но Франция считает, что будущее Сирии не связано с Башаром Асадом. О том, что налаживание контактов между Парижем и Дамаском под большим вопросом, говорит этот факт, что накануне французские самолеты впервые за все время конфликта атаковали на территории Сирии позиции боевиков исламского государства, причем без разрешения Совбезу ООН и Дамаска. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это уничтожением международного права и еще одним проявлением политики двойных стандартов. Тем не менее, к сотрудничеству с Москвой в вопросе решения сирийской проблемы ранее уже призвал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Теперь он не требует немедленной отставки Башара Асада и даже видит его в переходном правительстве. Ангела Меркель тоже призвала прислушаться к мнению России.